Тогда вот поговорить о молочных трейдерах, потому что это проблема, которая возникла и встала на острие буквально из последних событий, которые прошли. А можно слайд вперед перелеснуть? Это, наверное, будет, да? А, вот, отлично. Вот это то, о чем я говорил, что мы не коммерческая организация. Которая отстаивает интересы молочного бизнеса. Как все видите, что есть у нас интересы, которые находятся в сфере государства. Это, в первую очередь, обеспечение продовольственной безопасности, занятость населения, собираемость налогов, функционирование смежных и обслуживающих отраслей, сохранение здоровья населения и традиций питания и соблюдение законов государства при ведении бизнеса. Есть у нас интересы потребителей, поскольку именно для них вся эта отрасль и направлена. Это, чтобы потребитель имел возможность удовлетворить основные потребности человека в пище, чтобы она была и она была доступна. Это и разнообразие предложений в соответствии с разными вкусами и предпочтениями, отсутствие сомнений в достоверности информации о составе продукта и о безопасности его наличия и доступность инструментов защиты вышеуказанных прав и интересов. Ну и, собственно, интересы бизнеса, те, которые находятся в сфере нашего ведения, это обеспечение доходности бизнеса, в том числе с помощью справедливого налогообложения, с помощью сохранения покупательской способности, таможенного, тарифного регулирования и так далее. Безопасность ведения бизнеса и возможность сохранения достигнутого результата. Особенно это актуально в нынешней ситуации. Вы видите, как сейчас перераспределяется все. Хорошо, когда это перераспределяется у других, но перенося на себя каждый может, скажем так, быть не до конца уверен, что все результаты работы, которые он достиг, они останутся при нем. Также установление прозрачных и понятных, равных для всех условий конкуренции и доступ к справедливому правосудию и уверенность в защищенности законных прав при корпоративных спорах. То есть споры бывают же не только с государством, но и между собой. И здесь важно, чтобы мы были защищены и на нашей стороне кто-то стоял. Вот Южный Молочный Союз, он как раз и выполняет это. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, какова роль трейдеров, мы все помним, что периодически у нас с определенной цикличностью повторяется в молочной отрасли кризис. Это когда молочное сырье дорожает, дорожает до такой степени, а вы видите давление государства на цены, государство запрещает поднимать цены на полки. И накапливаются определенные проблемы. Проблемы с недофинансированием, проблемы с закредитованностью, проблемы с тем, что просто себестоимость продукции начинает настолько повышаться, что без дальнейшего повышения цен уже невозможно ее продавать и производить. И повышение цен обычно, как прорвавшаяся река, происходит скачкообразно. Это пугает потребителя. Потребитель начинает экономить, отказываться от продукта. Вы все знаете, что в принципе есть такое правило, что потребитель потребляет белок и жир примерно в одинаковом количестве. Весь вопрос, откуда он его возьмет. То есть, если подорожали яйца, он пошел покупать молоко. Если подорожало молоко, соответственно, там курицу, курица подорожала, свинину, свинину, колбасу, ну и так далее. И такая вот циркуляция потребителя между продуктами происходит. И вот как только он начинает экономить на покупке молочных продуктов и спрос падает, тут же начинаются процессы накапливания остатков на складах. Причем остатки на складах, они имеют еще такую специфику, что продукция сделана из дорогого сырья, она же становится дорогой и ее продать потом сложнее. Даже когда вот этот кризис срабатывает, когда предприятия начинают ограничивать закупки молока и, соответственно, избыточное молоко на рынке начинает приводить к падению цены на сырье. Вот та дорогая продукция, накупленная на складах, она становится проблемой для предприятия, потому что вернуть ее каким-то образом в пределах рентабельности не получается, возникают убытки. Ну и, соответственно, вот этот цикл, вы его видите на экране, я еще в 2021 году на съезде союз молоко этот слайд демонстрировал, но в итоге и в 2023 году мы все то же самое прошли в начале года, как вы помните. Так вот, есть определенная специфика, мы ее видим и мы понимаем. Вот на юге, например, эта специфика, что у нас перерабатывающие емкости, которые работают в обычном, нормальном режиме, они у нас созданы с большим запасом. И фактически, если бы они были загружены, нам бы собственного молока не хватало и вот в обычном режиме его и не хватает. Все знают, что южное молоко, оно дорогое, да, за счет качества, но за ним охотятся и далеко из соседних регионов. Даже Волгоградская область, она покупает молоко с южных регионов России, именно потому что оно качественное. Сами вот эти отдаленные регионы, они больше рассчитывают на молоко сборное, которое покупают от населения, а это молоко, оно традиционно качеством гораздо ниже, оно много раз контактирует с внешней средой, сохранить его качество очень проблематично. И здесь, говоря о роли Южного молочного союза, мы говорим, что мы и во всех наших мероприятиях, во всех выступлениях, контактах с властями, мы пытаемся им разъяснять, что в первую очередь нужно уделять внимание развитию именно сырьевого направления, стимулировать развитие животноводства, увеличивать количество ферм, работать с продуктивностью скота, поощрять ее и не приглашать сюда инвестиционные проекты извне, которые создают мощности по переработке. Потому что в свое время сюда пришли другие инвесторы, они уже вложились в эти мощности, они рассчитывают их загрузить, и каждое приглашение нового инвестора и создания мощностей, оно увеличивает вот эту тесноту, дефицит на рынке, и фактически обманутыми оказываются все. И те, кто рассчитывает на успех вновь пришедшие, и те, кому этот успех пообещали до этого, поэтому власти мы, конечно же, указываем на то, что нужно стимулировать в первую очередь деятельность животноводческих хозяйств. И надо сказать, что мы видим результат, растет продуктивность, она растет за счет того, что в то время, когда, возможно, был доступ к высоким технологиям, очень удачно и правильно животноводческие хозяйства вложились в эти технологии, они приобрели и роботизированные доильные залы, и усовершенствовали там свои модули по кормлению, и даже многие воспользовались вот этой вот инвестиционной поддержкой по капексам, это когда компенсируют все затраты на вложение в строительство, либо модернизацию животноводческих ферм. Если здесь есть такие, кто этим воспользовался, то, ну, хочу сказать, что вы сделали абсолютно правильно, вы, наверное, и сами это все чувствуете. Но вот в эти нестабильные времена, когда начинаются сырьевые вот эти вот вопросы, конечно, у всех возникают проблемы, и, на мой взгляд, единственный, кто в этом не теряет, а приобретает, это как раз вот люди, которые занимаются перевозкой молока, профессионально его покупают одних, продают другим, и здесь, может быть, в эти моменты они даже и полезны рынку, поскольку они помогают избавиться от избыточного молока, развести его подальше, но не всегда их польза однозначно. Мы знаем, что это люди вообще несложные, они преследуют свои интересы, и они всегда зарабатывают именно на проблемы. А если проблем нет, то они могут их и создать. Как-то вывести, например, молоко из той зоны, в которой оно должно быть, даже если оно там нужно, или привести молоко туда, где его не нужно, и хозяйство несговорчивое взять и залить вокруг молоком, что молоко из этого хозяйства никто покупать не спешит, и хозяйство вынуждено торговаться по цене, уступать, отдавать эту молоку перекупщикам и так далее. Здесь бы все хорошо, но вот сам этот бизнес молочных трейдеров, и мы на это обращаем внимание, и мы уже начали это обсуждение, он абсолютно никак не урегулирован. Понятно, как содержать животных на ферме, какие требования. Понятно, как перерабатывать на молокозаводе, какие требования. Абсолютно непонятно, сколько этих трейдеров, где они базируются, и какие требования, и кто проконтролирует главное выполнение этих требований в отношении трейдеров. Знают ли они что-то про молоко, имеют ли они профессиональную подготовку, чтобы этим заниматься, понимают ли они последствия своих действий, могут ли обеспечить прослеживаемость того, что они подчас собирают из нескольких пунктов. А уже о стойловой пробе здесь и речи быть не может. Вы сами знаете, что значение, какое имеет этот вид исследования. Ну и, естественно, в сборном молоке провести вот эту прослеживаемость очень сложно. При этом мы видим, что государство уделяет очень много внимания стационарным объектам, а вот эти вот передвижные объекты, они с поля зрения государства вымпадят. Мы видим, ну и опять же вопрос, а почему нельзя самостоятельно заниматься сбытом своего молока? Потому что вот, например, есть ряд ограничений. Одно из них – это ограничения во времени перевозки, которые в технический регламент того же Наросоюза внесено. И там мы видим, что в 21 статье четко сказано, до начала промышленной переработки допускается хранение сырого обезжиренного молока при температуре 4 плюс-минус 2 градуса, сырых сливок при температуре не выше 8 градусов, не более 36 часов, включая время перевозки. И, по сути, вот это ограничение и сложность его выполнения для хозяйства, у которого есть свои задачи, оно в первую очередь занято тем, чтобы это молоко произвести, чтобы оно было качественно, чтобы охладить его после дойки и так далее, договориться о хозяйственных связях, накормить животных, обеспечить их здоровье. Вот задачу по перевозке на дальние расстояния молока – это хозяйство может и не… Ну, оно не постоянно присутствует в поле его зрения, а только когда нужно что-то менять. Если все налажено, хозяйственные связи налажены, хозяйство и думать не о чем. Но когда возникают вот такие моменты, что нужно свое молоко отвезти куда-то, тут же возникает система Меркурий, которая через 37 часов после того, как выписан документ, уже его не примет в систему, и с этим молоком уже совсем непонятно, что делать. А вы все знаете, что сейчас учет идет как по количеству, так и по белково-жировому балансу. И система Меркурий сейчас начинает осваивать еще и вот эту область. Возможно, роль трейдеров и их возможность заработка еще и на этом будет сосредоточено, что не всегда хозяйство может однозначно оперативно и точно определить белково-жировой баланс, показатели жира и белка в каждой партии молока. А внести его в систему Меркурий нужно по каждой партии, где выдается ветеринарный сертификат. Потому что молочный завод потом, исходя из этих показателей, будет свой учет белково-жирового баланса вести и отчитываться перед Российскоснадзором. Мы поставили уже вопрос о том, что техническое регулирование в этой части избыточное. Ведь каждый раз, каждая партия молока принимается на молозаводе по качеству. А значит, оно может испортиться и раньше 36 часов, а может сохранить свои свойства и после этого. Ну, если молоко скисло через 12 часов, что все будут ориентироваться на срок его годности и насильно его заставлять принять, либо стоит все-таки ориентироваться на качественные показатели молока. И если изначально допустить, что оно было безопасно, это подтверждено, оно получено от здоровых животных по ветеринарному сертификату, значит, возможно, любые признаки порчи, они несут в себе опасности, а они несут просто изменение его кислотности вследствие его элементарного скисания. Ведь дома простой квашей никто не травится, и это абсолютно нормальный процесс, и его можно регулировать именно на приемке. Поэтому 36 часов – это еще такое ограничение. Сейчас развитие транспортировки идет в направлении, что молоко получается в абсолютно стерильных условиях. Оно идет по замкнутой системе, замкнутую систему охлаждения. Там оно, не контактируясь с внешней средой, переливается в транспорт, который тоже, если он современно, нахлаждаемый. И это развитие и совершенствование всего этого процесса, оно может идти и дальше, но оно упирается, в частности, в это ограничение. И надо сказать, что вопросы-то надо задавать. Вот задали вопрос по этому пункту. Там есть обсуждение, но я боюсь, что времени не хватит, например. И меняется сейчас, вы знаете, что обсуждают, как ветеринарные препараты, учитывать, не учитывать, как прослеживать их, систему GMP, допускать их на рынок после подтверждения исследованиями и сертификации в этой системе. Либо можно допускать все подряд, а потом уже на коровах сами эксперимент проведем и увидим, работает препарат или нет, а деньги уже заплачены. Но, тем не менее, выходит много новшеств, и наша задача, как союза, Южный молочный союз, в этих новшествах не только ориентироваться, но и, если они становятся определенным препятствием, пытаться этими рисками управлять, то есть снижать их или вовсе устранять. Вот как пример, мы один раз, пообщавшись с главой государства, задав вопросы, на которые на тот момент не было ответов, перенесли цифровую маркировку на целый год. А сейчас знаете, сколько предприятия платят за эти QR-коды каждый год. Это выливается в огромную сумму. Вот 60 миллиардов рублей мы в отрасли оставили только одним этим походом. И, слава Богу, что мы были, а это только один из примеров. И были и другие у нас примеры. Константин Васильевич, минутку еще. Да-да. Свои традиционные мероприятия предлагаем присоединиться к обсуждению вот этих проблем. Вот в частности будет у нас 17-19 сентября в Сочи форум, Всероссийский форум регионов, на котором мы соберемся и будем обсуждать в том числе и это. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Есть вопросы. Сейчас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы не посещали в Финляндии кооператив «Валио», который кормит половину мира молочной продукцией? И неплохо бы было вам посетить его и изучить работу. Очень просто. Все участвуют в сдаче молока, но они же участвуют и в распределении прибыли годовой с этим кооперативом «Валио». Все честно, все справедливо. Спасибо. Ну, я спасибо за вопрос. Это прям не вопрос, а тост. Я готов его на флаг поднять и предложить. Давайте мы посетим кооператив «Валио» в Финляндии. К сожалению, наши финансовые пока возможности не позволяют сделать это самостоятельно, а нас никто туда пока еще не взял с собой. Но спасибо за вопрос. Есть еще вопросы, друзья? У меня есть вопросы. Константин Васильевич, ну здесь у нас есть хозяйства, которые производят молоко. Их, конечно, интересует, что будет с ценами. Есть ли предпосылки к увеличению цены или к снижению цен? Сколько сухого молока завезено из Белоруссии? Ну, тут я только свое мнение могу сказать. Я наблюдаю процесс, вот то, что я показывал, вот этот цикл, как он есть. Сейчас мы находимся на цикле как раз вот, когда после спада идет нормализация цен, мы подходим к справедливой цене. Если сравнивать с ценами, например, определенного периода прошлых лет, мы не берем вот патологический прошлогодний период, а вот предпоследний год возьмем, то это как раз на уровне тех цен сейчас мы и находимся, даже немного выше. И сезон впереди. Цены, конечно, будут расти на сырое молоко. Мы видим по Центральной России, что они также держатся, хотя у них сейчас есть определенный избыток молока. Спрос на юге, он восстановился. Даже по прогнозам вот больших и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и Союз молоко, они говорят о том, что спрос растет на готовую продукцию. Мы видим, что растет количество молока, но мы также видим, что нарастает тенденция к импорту, то есть молоко за пределы России вывозится. С рынка готовая продукция уходит, а значит, ее избытка в данном случае пока не возникает. Даже наоборот, тенденция есть к тому, что увеличивающийся импорт, он будет как локомотив тянуть за собой спрос на молоко и загружать мощность и предприятия. Ну, пока вот так. Это то, что мы видим. Константин Васильевич, а Вы не могли бы демонстрацию экрана отключить, чтобы мы Вас видели лучше? Так. А вот подскажите мне, как это... Экрана внизу. А, наверху. Наверху демонстрация экрана отключается. Там зеленая полоска, видимо. Ага. Отключить ее надо, да? Вот так. Отлично, хорошо. Теперь хорошо Вас видит. Да, Алексей Вячеславович уточняет, по сухому молоку что там? По сухому молоку? По сухому молоку? Водейте ли Вы данными по импорту, да? Ну, тут смотря, что интересует. Если в принципе рынок сухого молока, то вот то, что к нам завозилось из Европы, естественно, оно уже не завозится. Вот то ситуация 2017-2018 года, она уже не повторяется. Есть вопросы... Ну, во-первых, сухое молоко, давайте определимся в терминах, это такое же молоко, только без воды. Если в него добавить воды, оно будет восстановлено молоком, его также можно использовать для приготовления продукции. Поэтому сухое молоко, да, оно конкурирует с молоком сырым, с молоком живым. Но откуда его сейчас взять, ну, я не вижу таких рисков. А вот по экспорту именно молока за пределы России, тенденция такая, что оно растет. Мы сушим молоко и вывозим, по крайней мере, из регионов, вот Сибирь, Алтай, они везут активно. Казахстан Васильевич, а скажите, есть перспектива у молока личных подсобных хозяйств и небольших фермерских хозяйств? Вот по Ростовской области их вроде как большинство, да? Ну, тут нужно разделить. Само молоко, как сырье от личных подсобных хозяйств, больших фермерских хозяйств, оно, конечно, проблемное. Вы видите, что фермерские хозяйства, они не могут его эффективно доставить на молзавод самостоятельно. Либо если они могут это сделать, это ровно такое же молоко, такого же спроса, как и от больших хозяйств. А весь вопрос ведь в доставке и сборе его. Вот от личных подсобных хозяйств, однозначно, здесь идет тенденция к сокращению. Никому это молоко не интересно, цена на него падает, люди все больше отказываются от содержания животных именно для этих целей. Продавать на рынке или по соседям, да, а вот сдавать на молзаводы, ну, здесь люди и сами недовольны ценой, и молзаводам с этим молоком нечего делать. А вот фермерские хозяйства, здесь смотря, как они будут распоряжаться. Сейчас вот идет большой спрос именно на фермерскую продукцию, особенно на фермерскую продукцию, которая продается в местах производства, ну, так называемый экотуризм. И вы видите, что фермеры, которые сориентировались в этой ситуации и воспользовались близостью к большим городам и возможностью принятия себя туристов, они себя неплохо чувствуют. Но, а все остальные, да, это проблема. Если они решат вопрос логистики, доставки на молзаводы, то они выйдут из ситуации. Если же они будут ждать, когда к ним приедут и заберут, то к ним приедут вот эти самые трейдеры, которые сами хотят заработать, и они их накажут по цене со своей стороны, а молзаводам потом будут диктовать свои цены. Это вот та тема, о которой я говорил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!